приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим о том как у вам понять что в вашем доме скомпилось достаточно много негатива и эти опасные признаки вам нужно учитывать далее и обращаем ваше внимание если хотя бы три пункта совпадают вам надо задуматься о том как вам вылечить свой дом потому что чем будут вы будете оттягивать не будете принимать для себя решение тем скорее всего ваших доме заведутся определенные проблемы и неприятности которые потом еще сложнее будут решать знаете когда вашем доме скапливается негативная энергия она не только приносит вам усталость раздражительность ссору проблемы с деньгами болезни даже происходит разрушение семьи именно поэтому свой дом необходимо время от времени чистить но давайте поговорим о признаках которые говорят о том что в доме скопилось слишком много негативной энергии первый признак это вашем доме или квартире внезапно ни с того ни с сего завелись тараканы муравьи или другие насекомые то есть у вас этого не было потом ни с того ни сего это начал появляться при этом как бы вы ни пытались их убрать благо сейчас много различных средств у вас ничего не происходит далее у вас могут постоянно теряться или пропадать вещи начиная от каких-то косметических средств заканчивая деньгами до деньги также могут теряться вашем доме далее могут ни с того ни с сего начинать болеть ваши члены семьи в том числе и животные комнатные растения постоянно сохнут и гибнут хотя например еще полгода назад год назад вы знали что ваши растения все-то цвели благоухали и радовали ваши глаза далее слишком быстро перегорают лампочки вы сами знаете о том что лампочки как правило вкрутили и они себе работают полгода год а здесь уж буквально пару дней даже неделя и заново нужно менять лампочки задумайтесь на этом той также быстро и часто очень ломается бытовая техника при этом происходит это очень все внезапно и вы не понимаете почему далее слышны странные звуки и шумы далее вы ощущаете неприятные запахи в квартире безвидимы на то причины и источника далее сами с тобой постоянно хлопают форточки и двери конечно кто-то спешит на то что это сквозняк но знаете бывает так что вы точно уверены что никакого сквозняка не может быть потому что вас все закрыто но все равно вы слышите вот такие хлопки далее систематически капает или бежит вода протекают трубы что здесь имеется ввиду то есть вы пригласили сантехника за техник вам все починил отремонтировал даже вы пошли на то чтобы купить но новые там трубы краники и так далее но все равно проходит буквально неделя-две и все заново повторяется далее вашем доме постоянной сквозняки и далее что еще какие признаки все члены вашей семьи постоянно ругаются постоянно выясняет отношения то есть постоянно происходят ссоры и скандалы при этом казалось бы если ссор или скандал происходит по какой-то такой вот мелкой причине но увидите что это про все перерастает что-то глобальное далее все в доме чувствуют апатию сонливость и постоянную усталость домочадцам часто снятся дурные сны а сон не восстанавливает силы и утром вы просыпаетесь и чувствуете разбитое состояние далее вашем доме были люди в искреннем отношении которых вы точно сомневаетесь и возможно в доме кто-то умер друзья вот это основные признаки которые говорят о том что в вашем доме есть действительно негатив вашем доме также может быть это значит что есть какие-то подклады возможно подклад поэтому вам нужно обратить на это особое внимание пожалуйста не игнорируйте и обращаем ваше внимание что если хотя бы три пункта из выше названных совпадают вам надо задуматься о том как вам найти первопричину как вам вылечить свой дом потому что то что дальше будет это может касаться всех членов семьи и у вас в жизни будут начинаться проблемы при этом если проблемам были только в доме то через какой-то период промежуток времени вы увидите что в вашем доме начнут и происходить извините и вашей жизнью также происходить какие-то не очень хорошие моменты например у вас было все хорошо на работе теперь у вас есть проблемы на работе у вас были были вас было в личной жизни гармония также люди перестали друг друга понимать и дети раньше были спокойны и уравновешены не было психов не было слез а сейчас вы прямо чуть ли не каждый день это слышите при этом 1 1 причины вот в такой вот уязвимости детей они просто банальны конечно же возникает вопрос а как же очистить квартиру от такого негатива самым простым и доступным способом друзья является у нас с вами генеральная уборка и очень важно здесь применить обычную поваренную соль но для начала перед тем как провести парактику солью для начала на нужно хорошенько вымыть все полы вашем доме вымыть углы вашего дома также перестирать все шторы вымыть тщательно окна зеркала входная дверь межкомнатные двери это очень важно также вам нужно заглянуть под все свои батареи если у вас есть обои и возможно их протереть протирать и также загляните за батареи возможно там кто-то вам оставил не очень хорошие подарочки под плинтуса загляните заодно и паром промоете все загляните везде и всюду обрати обращайте внимание и на кухню и на туалет очень важно чтобы на кухне всегда у вас был порядок поэтому проведите генеральную уборку на кухне обратите внимание на туалет чтобы там в ванной и туалет были чисто не было сырости помните о том что если видите сырость это очень пагубно влияет на вас и члена вашей семье кроме того сейчас есть очень уникальные средства которые убирают вот эту черную сырость из плитки из потолка буквально попшикать и буквально 10-15 минут и вся а все вот эта чернота она исчезает да она со временем опять возвращается потому что вы продолжаете принимать душ купаться то есть происходит определенные системные процессы которые продолжают влиять на грибок но все это реально убрать зачистить или вымыть обращаем на это ваше внимание уделите внимание и коридору также проведите генеральную уборку ваших шкафах посмотрите возможно есть вещи которые вам не нужны не нужны проверьте все карманы в ваших вещах в в люфе во всей одежде потому что вдруг кто-то и там оставил для вас не очень хороший подарок эту генеральную уборку вы можете делать два-три дня то есть вы можете например начать пятницу после работы если вы не уста и закончить например в субботу или в какой-либо уже другой день там понедельник или во вторник то есть сделайте в несколько этапов но сделайте это генерально не пожалейте времени все убрать рассмотреть вымыть выдрать и так далее после этого когда все убрали не забудьте и ковры также посыпать солью и вот пусть 15 полчаса соль побудут на коврах в вашем доме в том числе на коврах которые у вас при входе в ванной комнате на кухне если такие имеются и после этого можете тщательно пропылесосить а содержимое мешка смустите в унитаз или можете например выбросить подано только позже пожалуйста подальше от своего дома также помойте зеркала солью а затем чистой водой соль поможет избавиться от любой плохой энергетики в доме также необходимо и проветрить помещение чтобы выпустить наружу вихре негативной энергии также обязательно для профилактики скопления негатива установите по квартире маленькие емкости солью но главное чтобы эти емкости были не пластмассовые а были стеклянные можете использовать например и салфетки тоже добавьте туда соль и так поставьте только пожалуйста когда вы поставите чтобы дети ваши животные у них не было доступа к этой соли потому что соль она будет улавливать вот этот весь негативе очень важно чтобы он не передался через детей через животных и так далее обращаем на это ваше особое внимание вот друзья с ним с такой очень важной ценной с вами поделились информацией мы надеемся эта информация для вас была ценная важно с вами как всегда был канал эзотерика для тебя друзья обязательно подписывайтесь наш канал за ним ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира львы и гармонии а прямо сейчас друзья ставьте лайк подписывайтесь и делитесь этим видео с теми кому вы знаете что это видео будет действительно полезно и важно всех вам благ услышимся с вами в следующем видео